В первом подъезде дома на Шумакова 68. Две мусорки, контейнер на улице и квартира на седьмом этаже. В ней живет Ольга. Как говорят соседи, жилплощадь ей и младшей сестре в наследство оставила бабушка. Соседи говорят, что бояться Ольге нечего. Дверь она не закрывает, только подпирает стулом перед тем, как уйти. Или даже когда она дома. Как видим, даже двери в секцию нет. Действительно, все подтверждается. Перед дверью только стул. И сильный запах стоит уже здесь. Двери стулом подпирают соседи, даже когда Ольга дома. Они же нам и открыли. Из различимого на фоне мусора, только кошки, аккуратно расставлены корм и мухи. Не добрались мы только до главной достопримечательности. Ванной, в которой вместо туалета справляют нужду. Это источник зловония для всего подъезда. Оператор почти героически продолжает снимать. В итоге не выдерживаю я. Все, Андрюх, хорошо. За долги в квартире отключили свет и воду. Унитаз забился, потому его должность заняла ванна. Никакие инстанции проблемы решить не пытались, говорят жители. А там еще сестра старшая прописана, там еще ребенок прописан. У нее в квартире. Конечно, в этой квартире. А где органы опеки? Решить вопрос предлагала председатель совета дома. Вычерпать силами жильцов содержимое ванны и за 3000 рублей заказать сантехника, чтобы тот прочистил унитаз. Попытаться помочь может и управляющая компания, которая почему-то бездействует. Самый главный вопрос – предоставить доступ в квартиру для выполнения работ по устранению недостатков. Управляющая компания уведомляет жилищную инспекцию, прокуратуру. И если собственный не проявляет никаких действий, то тогда управляющая компания обращается в иском суд о том, чтобы был предоставлен доступ в квартиру. Судя по всему, сама хозяйка злополучной квартиры порядок наводить здесь не собирается. По словам местных, женщина не реагирует на замечания и своим поведением дает понять, что обитать в помойке ей комфортно. Похоже, только жильцы смогут избавить себя от мук. Андрей Дреер, Андрей Печеркин. День с толком.